йога и суме шумики и как я говорил мы продолжаем с того момента где я говорил окажется да и связано с этим но чтобы туда попасть нужно короче сделать так чтобы правильная порядочность только нужно ее еще узнать красный первый красный давайте синий нет красный красный оранжевый красный оранжевый желтый зеленый фиолетовый красный оранжевый желтый зеленый подожди я развести кидал по ходу до двое нас открывать портал а теперь вы здесь здесь мы можем с вами найти камыш вы получили руну магия увеличивает запас энергии на 25 дней шли годы но война не прекращалась но к счастью темное время должно было закончиться в группу очень ученых и волшебников отправился изучать магические камни в уединении они годами использовали силу камни по возвышая разум возвышаем на им удалось узнать только то что камни освобождают зло открытое в каждом из нас в результате зная злая сторона названная фантомом становится доминирующий и однажды заполучив власть над телом от фантому уже не избавиться теперь когда они узнали что случилось могут ли они остановить происходящее но все а теперь я надеюсь когда я вернусь на карту у меня же камешек должен остаться если не ошибаюсь да камень не остался хорошо что дальше у нас с вами остыри он сразу хотя ладно нарытие и хилки не купил а я хилочки не купил и их а вернуться на карту да мне там еще и рыцари есть их надо провести или как 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 что ходу фига знаю да ладно поехали камон 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 так подняк он пускай лучше деньги дает не подожди я сказал мне нужен вот этот спутник молотый тимбады прыгают а все они осмотреть они со мной идут ай-яй-яй ладно но здесь хотя бы нормально ну ладно пускай будет у меня топ урон еще столько по пропускал ну видно что у нас идет война именно нормальная война нужно рыцарей всех изучать а видите а сюда не надо было назначить здесь секретка главное чтоб я сейчас не потерял все свои эти привет я думал может он с вами тут но смотрите да я был прав это типа викинги нам наверх ай-яй ай-яй не наверх наверх а надоели мне своими тупыми сообщениями некогда мне так щит так ну мне главное война в своих до провести походу это первый нормальный забег который у нас уходит пока что а и ведь это без преувеличений мы мы своих защищаем у нас дракончик на максимум а ух ты ж ё-моё припечите жалкий рыцарь и твой рыцарь твой королевство скоро падет астрион возьмет то что принадлежит ему но астрион хотел мира ради своего брата так было раньше теперь он в своем истинном обличии рога и копыта демона сила и мощь быка и жажда крови завоеватели истинное обличие ты говоришь об ты говоришь он изменился а я чувствую страх твоих словах маленький человек так надеюсь теперь а я понял а как мне убивать его а это то что я защитил рыцарей а а а а и и а и и и и и ай бля он к вам к вам либо мне нужно было просто хотя бы одного дай защитить ты почувствовал в моих словах не страх это была печаль этого не не должно быть что ты делаешь острион может ли это оружие быть настолько могущественным если че лучше контишку потрачу я лучше контишку потрачу но я его не буду тратить хотя у меня лакерь остриона а у меня еще хп восстанавливается при смене этих а тогда нормально он к вам к вам он к вам к вам да уж надо своих беречь воинов но это агрегат очень жесткий так нужно приготовиться использовать способность для да я использовал gg gg минус сил но это логично что у них а нелогично а тут типа но лучше пещеру заметить если через пещеры вылечу и супер дракончика моего убиваю да хорошо что я в пещеру залетел с этой стороны нужно отколоть нет теперь походу мне нужно вылететь и подняться через верх я объясню почему потому что нужно наколоть скорее всего с двух сторон да ёлки-палки хотел урон сделать отлично короче говоря классно а а а я молчу потому что я думаю сейчас я буду спускаться здесь тоже будут очень так ведь за камнем я по-любому пойду ребят пошли со мной в пещеру так у нас от нахилка осталось она эти хида переубивал ну хотя кто знает может они тут тоже прячутся то что я типа открыл руна жизни увеличивает запас здоровья на 25 процентов решение было простым но до льгот не самый мудрым жажда знаний молодого воина кота риза открыла ему глаза ученые всегда совершают совершенствовали разум с помощью камней верно но что насчет их тел первом мудрец рассмеялся но что если они смогли бы сделать свою телесную оболочку настолько чистой что фантомов не было бы другого варианта как кроме как покинуть тело так и появился амулет очищения катарист вызвался добровольцем чтобы первым испробовать его но никто и не ожидал что фантом сможет жить в физическом мире вне телесной оболочки понятно теперь мне еще хпшка восстановилась слушайте ну мне кажется там тысяч пять будет стоить апгрейд но все равно нас осталось довольно мало стало считать вот это это как уровень еще два и по финальная локация с нашим в этим фантомом и битва пираткой если вы не забыли так рыцари принт ягру очень сильно из дарк соло похоже и бы добавить какую-то бы стратегию либо в этот за империю викингов вам никогда не победить нашего полководца идите сэр оливер не переживайте мы будем удерживать позицию победить их полководцы и вы нас отступит наступит конец спасибо мне повезло сражаться с бок о бок с храбрейшими воинами а может я не хочу от удалить а подожди это уже все битва с боссом астерион это ты ты вправду изменился ты должен остановиться эту войну я не хочу сражаться с тобой я хочу но зачем чтобы доказать что я сильнейший твоему брату было бы стыдно у меня нет брата он был слаб не слабее тебя когда ты впервые прибыл в альтер алдала поисках мира мир для больших для больных и ограниченных мы сразимся с тобой прямо сейчас а я понял как это работает ой блядь я тупой ну ладно так там осталось на один удар всем на зелье плевать ладно ты не слышал голос разума может послушать вот что я сильнее тебя закончил войну сейчас же ты победил меня викинг отступает отлично а теперь пока ты не ушел я снова стал человеком спасибо благородный рыцарь я слеп от ярости главное что все закончилось война закончилась я совершил ошибку брат я совершил ошибку брат мои люди я не понимаю что случилось я и вправду был зверем виной всему оружие оно отравляет разум и превращает тебя в твой самый худший кошмар я нахожусь под защитой этого амулета тогда забери это проклятая и передай королю викинг возместит ущерб вашему королевству так вот с копьем наверно будет интересно гонять это знаете для пуша очень хороший предмет ну что в принципе мы здесь все собрали не очень сложной локации только если пение тупил не потратил две хилки зря блин надо было сначала улучшить камень и потом закупиться и глупый ох я глупый ладно лавка волшебником руна магии на 50 будет больше а тут то три раза прокачать можно увеличивать запас здоровья 50 будет можно прокачать здоровья в принципе офис на это ладно 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 плевать справочник ну принципе вы можете отключаться я пока справочник прочту и закончим персонажи астерион хорнсон арион вожек варварского племени живущего на окраине королевства с юных лет он жил одним лишь сражением так бы все и продолжалось не потеряем после битвы крово кровного брата эта трагедия случилась во время войны которую начал астерион и которую его брат презирал тех пор это время висит на нем тяжким грузом но это событие события давным лучших лет астерион мне измеря измеренно постарел и утомленный войнами ищет мир с соседями он прибыл в королевство верхом на своем носороге гинг мире и предложил заключить мир чтобы доказать свое блоге и намерение он попросил короля отправить его вместе с компания героев в логово дракона ради спасения принцессы возвращение героев король под подписал соглашение и довольный довольный ему миротворенный астерион вернулся свои земли ну да он остался только лор лорен рыцарь короля в рыцарях короля служит только самые отважные люди во всем королевстве верный и искусные воины стоят в королевстве в авангарде защите своего королевства они идут как они идут на войну чтобы доказать свою храбрость еще никогда прежде они не подводили своего короля и королевство воларак волгар могучий викинг которую воскресца воскресил сам один и который сразил фафнира и нитхига и обеспечил себе место в вельхале могущественным герой стал персонажей игры full rage on викингс разработанный crazy викинг студиос и выпущен в тыс 2013 году кажется я видел эту игру брендал лью это юный воин имеет потенциал стать одним из лучших львов львиных всадников во все войско викингов под предводительством самого остереона брендон а вот вот ощутит вкус настоящей войны а дома его ждет живым и невредимым другой домашний любимец ёжик кассиона канетти он был варваром из южного племени пока не обнаружил себя частью цивилизации цивилизованного мира вскоре он за записался в королевскую армию я быстро поднялся по карьерной лестнице до звания рыцаря теперь вместе с другими рыцарями он отправляется на войну луиза бронш пергер если кого и стоит выделить среди львиных всадников то это луизу благодаря ее суверенному нраву она стала одним из самым сильнейших воинов во всей команде кроме верной львицы у нее такие есть так также есть львенок и ленивая дикая собака если бы пришлось она бы яростно за них сражалась паула крестани викинг рожденный для великих свершений и который любит своих товарищей он частенько приглашает их к себе в гости на чашечку чая или чего-нибудь покрепче перекусить и поиграть в видеоигры паула с неохотой покидал свой своих товарищей отправляясь в вайланд в конце концов все оказалось не так уж и плохо так как по окончанию войны он встретил прекрасную женщину в компании которой он отправился домой тягу басик тяга первенец известной в королевстве семьи всегда серьезно относится к своей обязанностям преданный но амбициозен он с ранних лет знал что ему придется преодолеть на пути к желанию славе к желанной славе пройдя обучение и став оруженосом в столице королевства он всегда стремился к совершенству и как только это посвятили в рыцаря он был назначен на пестижную и благородную должность среди рыцари короля ну все ну блин тут еще много знаков вопросов на самом деле поэтому нам нужно будет с вами так сказать я не думаю что я буду перепроходить игру лоран финально вот видите еще есть так уровень давида это не то воин викинг они были рождены чтобы сражаться они известны тем что в бою используют при прирученный чудовищ но под руководством остариона они оказались от наследия и выбросили мир но длилось это недолго когда остарион превратил в минотавра он стал называть себя викингами как называться они стали называть себя викингами войны и последовали за ним королевством вайлхолл так началась война и верно ормер небольшие драконы которые обитают в горах дедлях и которые приручили викинги их научили направлять свою агрессию на врага и теперь они основан основная воздушная сила викингов лучник викингов низшие звания в армии викингов они достаточно стойкие чтобы сражаться в первые рядах поэтому их вооружили луками существует ряд предупреждений по отношению к ним но они знают что каждая армия нужны лучники если никто не хочет выполнить более безопасную работу они за нее возьмутся карьерный путь у них небольшой максимум они могут стать меткими викингами бла-бла-бла-бла-бла почему закаленный викинг викинги которые выжили в предыдущих сражениях получают красную накидку символизирующую ярость их предков только смерть может остановить этих искусных бойцов метки викинг элитный лучник армии викингов их смертельная точность очень высоко ценится командирами ну в глазах простых солдат они изгои стрельба из лука всегда будет считаться менее почетный боевые свиноморд неустыны боевые свины викинги с трудом удалось их приручить они смогли остановить их только чтобы прицепить автоматическую баллисту потом они просто отпустили их на поле боя и наблюдали за кровавой бойней матикура скрата это чудовище обладает телом гиены крыльями нетопыря и хвостом с шипами если не есть так если есть в этих землях по-настоящему садистские животные то это мантикора скрат их часто можно встретить его дикие природе пожирающих убитую жертву и смеющийся к счастью викинги сумели перевоспитать мантикор быстрее на гиена похоже летающий с шипами командир викингов высшее звание войске викингов они с ранних лет закаляются в битвах сами боги благословят их топоры они носят шкуры львов которые они убили голыми руками враг к своей подготовности если спуститься с них глаз жалеть об этом будет будет поздно боевой слон самый большой зверь во всем войске викинг викингов безжалостная машина войны куда бы он ни пошел он разбивает противников ух и прах его не берет ни одно оружие и он еще несет на себе две большие лодки с викингами но ничего не знают но ничего не знают воины викинга так так это то того что слон ужасно боится взрывов то есть я мог просто взрывать что-то астарион так темный когда астарион взял копье сзади у кадим он становится все более беспокойным а в его сознании стали закрыть закрадываться нехорошие мысли он решил отбросить всю и у своих соседей так как он сильнее и заслуживает этого вот его сознание менялась в вместе с ним и форма он превратился в кровожадную минотавра теперь как вождь он объединил викингов и чудовищ разорвав мирное соглашение с королемством с королевством и направился к северной границе так теперь по снаряжению нам дали копейку копьё скади это копье из магического камня олицетворяет глуб глубь блять грубую силу во время атаки рыцаря и копье становится одним целым устремляется вперед и сметая все на свой пути так дальше у нас здесь камешки руна магии эта руна расширяет границы разума она увеличит запас энергии позволяя более эффективно использовать любое магическое оружие руна жизни здравом теле здравым дух это руна увеличивает запасы жизненной силы делая организм более устойчив к получаемому урону и все у нас осталось только одна руна поэтому ребята когда так всем а локация точно гуры дедлих да место обитания таких гигантских созданий как драконы мантикоры и великие слоны эта земля всегда считались непр непреклонными и запретными но позже на этой земле обозвалось викинги которые укоротили диких созданий и доказали что они еще более непреклонны чем эти земли где они правят и поныне ну что в принципе всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте и у нас еще ждается только две серии поэтому всем пока 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 не забывайте подписывайтесь на канал